А вообще работаем ли мы? Если мы говорим о полиции на улицах, то да. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы. А вот о его деятельности мы и поговорим. Вы же понимаете, автостоп был и есть, и это правда. Так вот, правда в следующем. Количество ДТП в день снизилось в несколько раз. То есть вы, внимательные зрители, вы изначально понимали мою суть. Минимум 3 ДТП каждый день. Суть 15 лет ранее, а теперь такого нет. Я иногда могу несколько дней кататься по городу и не видеть ДТП. То есть ранее 21 мною виденных в неделю, сейчас 3-5. Во сколько раз? А это уже порядки. То есть отдельный батальон дорожно-патрульной службы работает. Конечно, бардак есть, но в разы меньший. Мы бы хотели большего порядка. Нас как-то достали те, кто не понимают правила. Но нельзя же поворачивать направо из левой полосы, если нет указателя. А у нас катаются. Маршрутчики просто достали. Но нигде я не видел такого беспредела. Ну хватит, наверное. Объясните, что остановка только в местах остановки. Ничего, пройдут. Сильнее и накачаннее станут человеки. Город-то маленький, мною любимый. Пройдетесь до остановки. Вкуснее для вас станет. Жир свой растрясете. Если мы навели и наводим порядок на дорогах, то, господа, с парковками у нас полный абзац. Хотя, по сути, я это сделаю. Мы просто на эвакуаторе повытаскиваем машины без знаков пенсионных для тех, у кого первая или вторая группа с мест парковок для уных. И поверьте, я это покажу. У вас что, мозгов мало прогуляться лишние 10 метров, а? Ну да, умом Россию не понять. Будут наказания. В первую очередь, с нашей стороны, ну, я для себя уже такой план разработал, так скажем. В первую очередь, сейчас, в феврале, мы уже выдадим владельцу уличной дорожной сети перечень, где нет правильных остановок вообще, в целом. Либо она не соответствует требованиям, либо она привязана, допустим, к трамвае на остановке, что тоже не есть правильно. А у трамвая, вы знаете, остановка это перед перекрестком, у автобуса за перекрестком. То есть, в первую очередь, мы должны организовать остановки эти, сделать ограждение, выставить нужное ограждение, чтобы пешеходные потоки направить именно к этим остановкам. А после чего уже применять, уже, так скажем, профилактические меры силами дорожно-патрульной службы. Но, к сожалению, вот есть статья, за которую можно привлечь водителя маршрутки, то, что он высадил, посадил, высадил пассажира вне остановочного комплекса. Самое забавное для приезжих, это полное отсутствие полицейских на дорогах города. Не верите? Спросите. Они не понимают, но город-то живет. Да потому, что отдельный батальон дорожно-патрульной службы работает грамотно. Вы, в принципе, и так должны понять, что город маленький. Не понимаете? Я расскажу. Разницы в перемещениях от 40 до большего количества километров. И вы выиграете максимум 2 минуты. А не знаете? Так поверьте. Средняя скорость по городу 17-25 километров. 10 минут и город пройден. Это всего 14 километров с севера на юг. Зачем вам гнать? Я не понимаю. Мало того, я как-то покажу для тех, кто видит только задние огни любой машины, которая стоит перед вами. Вы не по огням-то ориентируйтесь. По светофорам, господа. Ладно, хоть сейчас в большей степени вы видите время. Я вижу его с километра. Куда вы торопитесь, а? Прикалывают меня гонщики от светофора к светофору. Я их на универсале делаю легко. Универсал базара нет, не никакой. Но бумеров и тырчиков с прямососами делают легко. На автомате, естественно. И вообще, ребята и девчата, машины все достаточно крутые. И смысла в обгоне я не вижу. Но это уже тема дальника. Тема нашего дня – работа для города. Которая, кстати, весьма хорошо ведется силами отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Поэтому я считаю, вклад в вас, непосредственно в ваши работы в безопасное дорожное движение, очень огромный. Поэтому огромное вам спасибо. Ну и примите благодарности ей теперь на бумажном носителе. Мы хотим выразить слова благодарности здесь в грамотах, как руководителям сайтов, газет, телекомпаний, в вашем лице. Все, кто с вами сотрудничает, начиная от координаторов и заканчивая идеоператорами. Мы хотим в первую очередь выразить слова благодарности медиагруппе «Знак». Так как мы очень плотно сотрудничаем с телеканалом и непосредственно с сайтом, где оперативно размещается вся информация. Спасибо. Спасибо. И вот этот весь пакет. Спасибо. 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 Спасибо.